В хозяйствах Беларуси приступили к посадке картофеля и овощей. По информации Минсельхозпрода, под национальный символ отведено почти 17 тысяч гектаров площадей. В прошлом году сельхозорганизации произвели 1176 тысяч тонн корнеплода. В 2024-м ожидается сохранить показатель на том же уровне. Белорусские ученые создали микрочип для диагностики аллергии. Проект представляет собой стеклянную пластиковую или кремниевую подложку с раздражителями. Добавление сыворотки и антител пациента позволяет выявить реакцию к большому количеству аллергенов одновременно. Новинка нацелена на импортозамещение и сейчас проходит испытание. Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов освоил выпуск нового колеса. Спроектировано оно специально для российского рынка. Продукцию можно использовать в пассивных комплексах, пневматических сейлках. Предприятие выпустило опытную партию, которая успешно прошла приемочные испытания и подтвердила соответствование требованиям конструкторской документации. В городе стартовала профилактическая акция по предупреждению пожаров и гибели людей за безопасность вместе. Акцент на проверке состояния домовладений одиноких и одинокопроживающих пожилых граждан, инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении. Каждый житель может обратиться в Бобруйский гороотдел по чрезвычайным ситуациям для обследования своего жилья. Основанный в Бобруйске конкурс детских рисунков «Пасхальная радость» проходит в республике. Главные условия работы должны отражать духовную сторону, смысл и красоту праздника. Принять участие могут учащиеся госучреждений общего, среднего, дополнительного и профессионального образования до 10 мая.